Как было сказано ранее, у населения имеется задолженность за тепловую энергию в размере 180 миллионов тенге. В этой связи работа по взысканию задолженности идет на системной основе. На сегодняшний день по городу Семей отключено порядка 85 абонентов. Также имеется задолженность от бюджетных организаций. На 27 число июля текущего года у нас дебюторская задолженность перед населением теплокоммунэнерго составляет около 600 миллионов тенге. Эта задолженность уже собирается с 2021 года по 2022 год от аппетитного сезона. Сейчас проводится работа по взрослым неплачильщикам дебюторской задолженности. Выписываются нотариальные надписи. Уже было выписано около 3000 нотариальных надписей на закрытие счетов взрослым неплачильщикам. Как отметили представители теплокоммунэнерго, задолженность препятствует отгрузке угля для предстоящего отопительного сезона и другим работам. Недобросовестных абонентов просят оплатить долги. Дебюторская задолженность у населения очень большая. Теплокоммунэнерго требуется оплатить эту задолженность, чтобы закупить твердое топливо на будущий сезон отопительного 2022-2023 год. Далее наша съемочная группа узнала у жителей, насколько зимой отапливаются жилые дома. Как было ранее, в семье и многих жителей многоквартирных домов замерзали в зимний период. Однако за последние годы после проведения ремонта теплотрасс в домах города стало тепло. Было прохладно, но как построили ТЭЦ стало теплее. Ранее с 1994 года было холодно. Сейчас нормально. У нас тепло. А в прошлом году зимой как было? Нормально было. Нормально, да, Любовь Федоровна? Нормально было. У нас вот двухкомнатная квартира, нормально. Единственное, у нас немножечко страдают вот эти угловые квартиры, четырехкомнатные, немножечко жаловались. Вот до этого у нас вперед было, мы замерзали буквально. Потом нам поставили дополнительные стояки. У нас теплотрасс провели, отремонтировали и очень хорошо, очень. У нас дом кирпичный, очень тепло. Адрес Кустанайская, 77. Однако также встречаются дома, в которых жители до сих пор жалуются на то, что зимой слабое отопление. Один из них – дом по адресу Кустанайская, 59. Тепло у нас подается средне, так как наш дом находится последний, кольцевой. Жары у нас нету. У нас довольно-таки так, более-менее прохладно. Люди в шортах не ходят, как говорится. Мы находимся последней на узле, поэтому если какая-то есть возможность, чтобы нам немножечко наши задвижки приоткрыли. Когда вот на Узбекской, в следующих дворах, там придавливают кольца, как-то так называют их, по-научному, я точно не знаю, у нас становится теплее. Но вот последние две зимы, мы можем сказать, что мы замерзали. Важным на сегодняшний день является подготовка объектов теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. В этой связи все работы должны быть налажены. Для взыскания долгов за тепловую энергию работают также судебные исполнители. Недобросовестным плательщикам ввели ограничения на выезд из города.